Согласно новостям из газеты «Донская жизнь», одним из первых сеансов синематографа стал показ в 1897 году в Новочеркасском летнем театре фильмов, приобретенных фотографом Ханжонковым, проживавшим и работавшим на улице Комитетской, однофамильцем, а возможно и родственником будущего пионера российского кинематографа Ханжонкова Александра Алексеевича. Последний, надо сказать, тоже является выходцем с Дона. В 1896 году он окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и был распределен в чине под Харунжилов в привилегированный Донской первый казачий полк. Участвовал в русско-японской войне. Впоследствии Александр Алексеевич создал одноименную компанию и стал продюсером более двухсот картин. Режиссер именно Ханжонков и компания заметил будущую звезду российского немого кинематографа Веру Холодную. Кстати, свою фамилию актриса получила, выйдя замуж за сына директора Новочеркасской Платовской гимназии, молодого юриста Владимира Холодного. В качестве альтернативы кинофильмам на Дону использовались так называемые «ваушебные фонари». Один из таких был приобретен для Новочеркасского приходского училища. Шли годы. Постепенно начала появляться необходимость постройки специального здания для синематографа. Первым таким местом в Новочеркасске, давшим возможность горожанам и жителям округи увидеть волшебство того времени движущееся изображение, стал кинотеатр «Патэ». Он находился по адресу Проспект Платовский, 50А, ныне 82, и был построен в 1908-1912 годах казачкой Евдокии Петровной Кондратовой Голоколосовой, сыгравшей заметную роль в городской торговле. Братья «Патэ», в честь которых назван кинотеатр, поставляли киноаппаратуру из Парижа. Французская фирма и сейчас действует, продолжая снимать кинофильмы под известным нам брендом. Так описывает кинотеатр «Местная печать». В 1912 году на фасаде здания засиял огнями электротеатр. Чудо 20 века. С механикой прямо из Парижа. Широкая лестница вела в круглое фойе с картинами. Отражая воскресные наряды модниц, на входе зрителей встречала гигантское, 5 метров в высоту итальянское зеркало в витой бронзовой раме. Зал на 300 мест. Большой экран. Ложа в красном бархате. В 1923 году всю эту роскошь вместе с домовладением муниципализировали, но ликвидировать важнейшие из искусств не стали. В последующем здание использовалось по прямому предназначению, и в разное время оно называлось «Темп, Третий интернационал, Советский, Комсомолец, Танаиз». Кинотеатр дожил до наших дней и вновь зовется Патэ. Сама Евдокия Петровна, после революции, не имея средств к существованию, была вынуждена устроиться билетером в свой собственный кинотеатр. Через 5 лет ее тяжело заболевшую забрал к себе в Москву старший сын от первого брака, Николай Константинович Колоколосов, врач-психиатр. Но вылечить ее не смогли. Примерно спустя год после открытия Патэ в казаче столице кинотеатра, или, как их еще называли раньше, электробиографы, начинают расти как грибы. В доме по адресу Московская, дом 16, по старому 14, в котором размещалось общество торговых казаков, открылся кинотеатр Салей, будущий Победа. Начинают свою работу Бамонт и Палас, ныне Медсклад. Адеон, в настоящее время строительный колледж, французские и другие. К началу Первой мировой войны в Новочеркасске с населением порядка 70 тысяч человек было уже около 12 кинотеатров. С появлением советской власти осталось только три. Но уже после окончания Великой Отечественной войны в жизни горожан все больше возникает зданий и мест, оборудованных для показа кинофильмов. В конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века в Новочеркасске функционирует 7 кинотеатров, из которых 3 широкоформатных, более 16 киноустановок в дворцах и домах культуры, а также 4 детских кинотеатра. Но это уже история для нового очерка. Сегодня в городе изымевшийся ранее храмов кино остался только один.